В преддверии Всероссийского Дня Отца, который согласно указу Президента Российской Федерации мы отмечаем в третье воскресенье октября, Исокогорская библиотека номер 14 подготовила обзор книг о самых разных отцах. Мой любимый папа. Какие же они папы? В детской литературе все папы разные, строгие и мягкие, веселые и грустные, добрые и злые. Папа не станет ругаться по пустякам, поддержит любую забаву, но в случае неприятности обязательно даст полезный совет. Именно поэтому книги о папах получаются такими смешными и мудрыми. Настоящая трепетная отцовская любовь открывается нам в сборнике Аленушкины сказки, которые написал Дмитрий Мамин Сибиряк для своей дочери. Спи, Аленушка, спи, красавица. А папа будет рассказывать сказки. Один глазок у Аленушки спит, другой смотрит. Одно ушко у Аленушки спит, другое слушает. Баю, баю, баю. Только любящий отец способен в нескольких словах передать всю свою нежность и заботу. В повести Аркадия Гайдара Чук и Гек у отца героический образ. Папа мальчиков работает в тайге и давно не видел семьи. Как хочется, чтобы отец приехал домой, чтобы встретить Новый год с семьей, но обстоятельства сильнее нас. Папа предлагает жене с детьми приехать в тайгу, а потом он отменяет поездку, прислав телеграмму. Но братья в ссоре ее выбросили и не сказали об этом маме. Мама с мальчиками приезжает в лагерь, но здесь их никто не ждет, кроме сурового и грубоватого сторожа. В этой повести отец, даже не присутствуя рядом с детьми, слушает им примером и авторитетом. Папа Петти из книги Виктора Галявкина «Мой добрый папа» широкой души человек. В то время, как все семьи оптом закупают сервизы, ковры и прочие элементы быта, папа мальчика покупает мандарины для детворы и тазик мороженого на всех. А когда в войну станет нечего есть и нечего праздновать, они часто будут вспоминать этот тазик, широкие папины жесты и то, как с ним было хорошо рядом. Анна Катрины Вестли. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик. Папа в этой книге воплощение спокойствия и уверенности в себе. У него есть одно проверенное средство. Как только ты чувствуешь, что начинают закипать мозги и в доме всем хочется поругаться друг с другом, надо выйти из дома и начать бегать. Нарезать круги до тех пор, пока злость не выветрится. Вообще, папа мастер необычных решений. То он устроит внеплановый поход, то смастерит деревянную повозку, чтобы бабушка вместе со всеми могла поехать путешествовать за границу. Например, в Данию. Отец Дениски в Денискиных рассказах Виктора Драгунского, как будто не совсем взрослый. Он такой веселый, что даже мама иногда его ругает за несерьезность. Отец мастера придумывает истории и обожает всякие затеи и игры. Папа Дениски знает, как сварить бульон из курицы и почему именно гусиное горло – самый лучший подарок для мальчишки. И завершим наш обзор произведениями Астрид Лингрен. Отцы в ее историях отличаются мягкостью, добротой, некоторой рассеянностью и безусловной любовью к своим детям. Например, как папа Пеппи Длинный Чулок из одноименной повести. Малышка верила в то, что ее отец капитан и негритянский король, и он обязательно вернется к ней вопреки всему. И вот отец девочки приехал и действительно оказался капитаном дальнего плавания, и действительно был королем дикарей с далекого острова, и действительно очень любит свою дочь. Вот такие они, литературные папы. Конечно, это далеко не все. Еще есть рассуждающий с сыном папа из стихотворения Владимира Маяковского «Что такое хорошо, что такое плохо». Есть вальяжный папа-муми-троль Тува Янсу. Надежный папа Карла из книги Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Необычный папа из книги Жанна Филиппа «Аруйвунье», «Омлет с сахаром», да и много других. Но все они замечательные и очень любящие, ведь быть хорошим отцом – это самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины.